Добрый вечер, дорогие друзья! Завтра у нас дата, печальная дата, 5 сентября. Ушел из жизни наш друг, замечательный человек, великий летчик Сергей Мельников, Сергей Николаевич Мельников. Бог его знает, может быть, когда, если бы он знал, а может он увидит, что мы собрались все здесь, чтобы почтить его память, может быть, ему от этого там хорошо. Я вообще считаю, что далеко не каждый человек заслужит такого внимания, чтобы ради него устраивали такие памятные вечера. А он заслужил, безусловно заслужил это. К сожалению, мало здесь его коллег, летчиков, но просто сентябрь, я просто знаю, что все в разлетах. Шендрик Володя во Вьетнаме, Арцебарский в Ахтубинске, там Фролов в Беларуси и так далее. А то бы, конечно, они здесь были. Горнаев просил передать всем привет, он в Лос-Анджелесе. Саша сидит сегодня, как он сказал, в том баре, в котором он сидел два года назад. И когда Сережа последний раз позвонил его, и поздравил его 1 сентября с днем рождения, и говорит, я понял, что он прощался. Так что, ну, тем не менее, спасибо всем, кто пришел сегодня в этот день. Вот, Сережа, ну, вообще, за долгие годы моей с ним дружбы нас, конечно, много сближало, и авиация сближала, и горные лыжи, и любовь к песне, любовь к стихам. Он никогда не пропускал юмористических концертов, которые я организовывал, поэтически всегда приходил. Вот, и, ну, он был добрым человеком, не добреньким, а добрым. Но одновременно он был жестким человеком, он человек, который мог сказать правду, и подлецу сказать, что он подлец. Вы знаете, я храню журнал «Авиасалоны мира», там, наверное, одно из последних интервью с Сергеем, и где он говорит такие слова нашим эффективным менеджерам из правительства о них, о их отношении к нашей любимой авиации. Он такие слова говорит, что я вообще нигде такого не читал и не слышал, чтобы людей не боялись так говорить в лицо этим, в общем, этим. И для нас, для большинства нашего круга, я имею в виду уже головолыжно-творческий клуб «Чигетия», в котором, кстати, он был учредителем и одним из основателей, он просто хороший парень, веселый парень, замечательный парень, с которым здорово находиться в компании, который всегда, когда он в компании, то все знают, что это будет весело, все будет замечательно. Вот, но немногие все-таки из нашего вот горнолыжной тусовки, как бы, знают его реальную работу. Собственно говоря, мы все, конечно, знали, все вы знали, что он герой, что он лёжеский испытатель, но многие даже не представляют, насколько велика эта профессия, насколько он был в ней велик. Я надеюсь, впоследствии, что присутствующий на этом вечере знаменитый, наверное, самый знаменитый лётчик современности, Александр Георгиевич Пугачёв, герой Союза, нам немножко скажет о нём, о Серёже, и о его, в его профессии. Ну, это чуть позже, а сейчас, разрешите наш вечер начать с минуты молчания, в память о Сергее Дмитриевне. Спасибо. А мы с Серёгой ушагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке, жжём мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подаём. То взлёт, то посадка, то снег, то дожди, Сырая палатка и путь тем не жги. Идёшь молчливо, в распадок рассвет, Уходишь счастливо, приходишь, привет, Идёт по взлётной полосе, мой друг Серёга, Мой друг Серёга, Серёга Санин, Серёге Санину легко под небесами, Другого парня в небо не пошлют. То взлёт, то посадка, то снег, то дожди, Сырая палатка, и дни всем не жги. Идёт молчаливо, в распадок рассвет, Уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали, мы в тайге, капот и крылья, Два дня искали, мы в Серёгу, А он там не долетел, совсем немного, Не дотянул он до посадочных огней. То взлёт, то посадка, то снег, то дожди, Сырая палатка, и путь тем не жги. Идёт молчаливо, в распадок рассвет, Уходишь счастливо, приходишь, привет. Привет, приходишь, привет. Приходишь, привет. Дорогие друзья, мы фестиваль наш и сегодняшний вечер начали с песни, которую сочинил наш великий современник Юрий Висборг. И наши утопы фестиваля начинались с этой песни. В этом году её исполняла дочь Висбора, Таня, и внук Юра. И, наверное, будет правильно, Если лучшие люди нашей страны, Которых называют лётчиками, штурманами, авиаконструкторами, Вот у них сейчас нам, мы хотим с гордостью доказать, Что у них есть свой собственный фестиваль, Авиационный фестиваль в городе Жуковском, Когда наша страна сейчас начала выползать из кризиса, Глубокого, в 90-м году. И возглавляет это движение лучшие люди нашей страны, Наши интеллектуальные центры, Вот, город Жуковский и фестиваль, Который мы с вами провели 18 августа этого года. Фестиваль памяти Сергеевича. Да, полёт продолжается. Вот, и мы хотим сейчас попросить, Как сказал Владимир Дородьевич, Одного, самого, наверное, знаменитого лётчика нашей современности, Виктора Георгиевича Пугачёва, Заслуженный лётчик-спитатель, Герой Советского Союза. Вы знаете, я ещё хочу сказать два слова, Виктор Юрьевич. Очень немногие лётчики имеют фигуру высшего пилотажа, Именную фигуру. Вы знаете, петля Нестера, да? И вот ковра Пугачёва. Вы все смотрели эту ковру на Максе. Автор этой фигуры Виктор Юрьевич Пугачёв. Добрый вечер. Я, вот, очень рад и горд той возможности, Которая сегодня представилась мне, Впервые быть на, К сожалению, впервые быть на этом фестивале. И я выражаю большую признательность от организаторов этого фестиваля, Всем, кто сегодня здесь в зале, Всем, кто был на фестивале в Жуковском, А я знаю, что розовый огнём, Ну, исключительно положительный, И авторитет его, безусловно, растёт. И это радует, Потому что Сергей Мельников, Это уже такое имя, Живое имя, Которое олицетворяет вообще, Не только лётчика-испытателя, А вообще, Лётчика по профессии, И гражданина по сути. Вот, Здесь были показаны замечательные совершенно кадры, Я тоже, к своей радости, Впервые многие из них увидел. Но я бы хотел сказать следующее, Что вот, Маленькая часть той работы, Которая здесь представлена, Это работа по корабельной авиации, Создание нашего первого, Первой полубного полка, Помощь оказания. Это совсем небольшая часть, Хотя она занимает, Хотя она занимает годы, Напряженнейшей работы, Это примерно так, С 86-го, С 86-го по, Практически по настоящее время. И вот ребята, Которые говорили о вкладе Сергея, Формирование и создание, Методики обучения, И вообще освоение, Самолёта 133 на корабле, Он, ну, трудно просто переоценить. Я бы хотел сказать о том, Что Сергей это личность, Прежде всего личность, Потому что в авиации, В профессии нельзя быть, Ну, просто любителем авиации. В ней, особенно в лётных испытаниях, Необходимо иметь желание И возможность полной самоотдачи, Направленной на то, Чтобы выполнить поставленную задачу. Вы представляете, все хорошо, да? Ведь в руки лётчика-испытателя, В том числе и в его руки, Неоднократно поступал самолёт, Который только что создан Многотысячным коллективом, Многотысячными коллективами нашей страны. И вот это первый маленький ребёнок, Который поступает на испытания, Передаётся в руки лётчика-испытателя. Представляете, С какой надеждой, И с какой верой, Все те тысячи людей, Которые создавали этот самолёт, Смотрят в глаза Этому члену своей команды, Которому доверяют своё детище. И здесь, Он как профессионал, Не имеет права ни на ошибку, Ни на отвлечение, И тем более на самолюбование, Самокрасование. Потому что иногда, Ну бывает так, Что кажется, Так что слетал, полетал, Что-то там сделал, Какую-нибудь эту самую, да, грызу. И о тебе начали бы все говорить. Нет, в лётных испытаниях это исключено напрочь, Потому что лётные испытания обязывают лётчика Положить на плаху все свои знания, Все свой талант, Всю свою волю, Всю свою надёжность, И всё своё доверие, Которое оказано ему, В родным коллективом, Для того, чтобы, Вот в конце концов, Этот первый переведец стал на крыло, И в наших военно-воздушных силах, В наших военно-морских силах Появился новый, Ну, в частности, Наш истребитель. Сергей Совершенно уникальная фигура. Он жил, Мне трудно говорить о нём вообще в прошедшем времени, Потому что для меня он и сегодня рядом, И я часто, в общем-то, И вижу его, И во сне, И во его, И часто вообще-то общаюсь, Потому что для меня он был очень близким человеком, Вообще в жизни не часто бывает, Когда у мужчин бывают настоящие, Преданные, верные люди, С которыми можно долго, Тесно работать, И получать от этого удовлетворение, И удовольствие. Потому что, ну, Все мы очень разные, И часто, И как по большей степени, В общем-то, Имеем, может быть, Больше противоречий, чем единственное. Вот Сергей, Та самая удивительная личность, Для меня лично, Которая, Ну, практически мы совпадали с ним Во всех взглядах на жизнь. Потому что он Отличался тем, Что жил не по понятиям, А по принципам. Его принципы Были настолько чисты, И Тверды, добры, Что Вообще говоря, Оппонентов у него по этому поводу Практически никогда не было. А если были, То они Не имели аргументов для того, Чтобы, скажем, В каком-то принципиальном вопросе С ним можно было бы дискутировать. И Мне это всегда было приятно Отличать, Потому что В общем-то, По многим, Действительно, Очень принципиальным вопросам Ну, Наши мнения совпадали. Это Поверьте, Дорогого стоит в жизни, Когда Занимаешься Серьезной работой. Серьезно Как профессионал О нем Можно говорить Нескончаемо, Потому что Придя на фирму После школы Ветчиков До этого он закончил Ейское авиационное училище, Затем Служил В нашем авиационном полку В Кировраде И везде Сейчас Его инструктора, Его командиры, Те еще Кто Кто еще Ходит по этой земле Прекрасно помнят И Ну, Говорят о нем Как о курсантах Сегодняшнего дня То есть Он В их сердцах остался Курсант Мельников Со своими приколами, Со своими Понятиями, Со своими Принципами И с той техникой С той техникой Пилотирования, Которую они ему вручили, С которой он пошел в жизнь А Видимо и родители, Безусловно родители И Та среда, в которой он Долгие годы Жил, работал, общался Привела к тому, что Вот Он стал тем, Кем есть Он Заслужил Заслужил Этот Фестиваль Ну Как бы сказать Заслужился Вот этот Фестиваль Действительно Своей Необаятельной Необыкновенной Со своими Обаянием Чувством Дружбы Ко всем С кем он Соприкасался Чувством Уважения И Доброго отношения К каждому Кто имел С ним Возможность Работать И общаться Сережа Один из тех Людей Которые С которыми Вот Мы говорим Можно пойти в разведку С человеком Или нет Да Это как Такой Показатель надежности Так вот О нем Можно сказать Это совершенно спокойно С ним можно было Идти куда угодно Не просто в разведку Можно было идти В ресторан Значит В Загиаловку Можно ехать Было за Виноградом В любое место И Ты точно знал Что рядом с тобой Совершенно надежный Твердый Уверенный И понимающий тебя Человек Я благодарен Судьбе Благодарен Судьбе Что вот В моей жизни Было может быть Два таких человека Это Николай Федорович Садовников С которым Я начинал работу На фирме Он был Старше меня И какой-то Путь проложил Может быть Подсказал мне А Затем Когда Сережа Пришел к нам То может быть В какой-то мере Может быть Я для него На начальном этапе Был таким Ну Каким-то Маяком И это Еще раз говорю Дорогого стоит Ну а То что То что он Герой России Полковник Северного хода Об этом Замечательно Сказано В этом Фильме Но он Еще Также Авторитет Нескольких Нескольких Авиационных держав Таких как Малайзия Индонезия Вьетнам Его там Замечательно Прекрасно знают Это человек Который Научил Вообще Говорят Десятки Ну Боевых летчиков В других странах А это Вообще Тоже Очень непросто Потому что Ну Сергей Замечательно Говорил По-английски Но Может быть Иногда Не нужно Знать Какой-то язык Нужно иметь Просто Некую Самоотдачу Сердечную Совершенно Которую Он безусловно Обладал И процесс Обучения Вот Иностранных Летчиков Ему давался Как Никому легко Ну а те Задачи Сложнейшие Которые Он выполнил На Вот Этапе Переучивания Наших Летчиков По Заправке Топлива По Перегону Самолетов На корабль Тогда Когда этого Не мог Никто Сделать В стране Он один Остался Который В декабре Месяце Мог В позапрошлом году Перегнать В позапрошлом погоде Перегнать Самолеты На корабль Но Можете себе Представить Вот один Больше Не было Хотя Как бы Были подготовлены Ночи Но на север Поступила ночь Как бы Может быть По закону И он Не мог бы Этого делать Но Мы вдвоем Мы вдвоем Так Собрались Север Сказали Ну а кто еще Кроме Кроме тебя Ну некому Ну давай Залети И он после каждого Перегмана Из вертолета Докладывал мне По телефону Я уже один Перегнал Теперь гоню За вторым Это огромное Доверие Огромная Ответственность Которая Лежала на нем Но Вот еще раз Сила И дух И душевная Широта Это Человек Заключается В том Что он Точно знал Что это Он может Сделать Не Во благо себе А во имя Во имя Какой-то Большой цели Это Вот Его Козырная Карта Ну и Если еще Козырная Широта Спасибо И Любимые песни Ваши И Сереги Спасибо Ну Сейчас Я хочу Дать Слово Замечательного Барда Другу Авиационную Технику Как он Подсказывает Михаил Калит Я всю Жизнь Работал Оказывается Рядом И Занимался Тем Что Обеспечивал Ряд Моментов Связанных С Нашей Вороноспособностью Вот И Всю Жизнь Завидовал Летчикам На Которых Я Смотрел Очень Издалека Вот Сергей Николаевич Человек Который Впервые Выполнил 100-200 Посадок На Палубу Авианосца Человек Который Выполнил Более 500 Посадок На Аэрофинишер С различными Вариантами Заправок Сергей Николаевич При В 95-м Годов При отработке Складывания Крыла В режиме Предельных Ветровых Нагрузок Поврежден Левый Крылевой Топливный Бак Самолета Су-33 Вот И В первой Мировой Практике Сергей Николаевич Поднял Самолет С Вытекающим Из Крыла Топливом С палубы Стоящего Причала Крейсера В штатных Условиях Взлет Истребителя Может проводиться С палубы Только Движущийся С определенной Скоростью Корабля То есть Он его Поднял Пригнал На аэродром Города Североморска В 95-м 96-м Году В качестве Летчика Испытателя Принимал Участие В 4-месячном Автономном Первом Боевом Походе Авианосца Адмирал Кузнецов Где провел Испытание Систем Вооружения Поручалось Ему Подниматься В воздух На самолете Су-33 На боевое Дежурство В открытом Атеане Для выполнения Автономных Полетов На предельное Расстояние Отсутствие Запасных Аэродромов Предполагало Катапультирное Летчика При возникновении Серьезных Аварийных Отказов Однако В экстремальных Условиях Сергей Николаевич Сумел Избежать Потедания Самолета И сохранил Истребителя Осуществив Посадку При обрыве 3-х из 4-х Принимающих Тросов Викторович Длина Посадочной Палубы Сколько метров 120 180 Посадочная Палуба Длиной 180 метров А длина Корабля 330 200 305 305 метров Длина Корабля 180 Длина Посадочной Палубы А длина Участка Где Аэрофинишер Метров 20 40 метров Расстояние Между Тросами 10 Метров То есть Представьте А самолет На посадке Весят 30 24 24 Тонны А посадочная Скорость 200 240 Нет Это я просто Люди Представляете Вот что такое 24 Послушайте Внимательно Теперь Пытайтесь понять Что Для чего Я все это говорю Самолет Весом 24 Тонны На скорости 270 Километров В час Нужно Притереть С точностью 10 метров Чтобы Гаком Посадочным Это крючок Такой Сзади Захватить Третий Трос Аэрофинишера И тут У тебя Рвутся Три Троса Из Четырех Вот И он Самолет Сажает Средиземное Средиземное море Неоднократно Вылетало Я об этом Никогда не знал Я в интернете Прочитал Он мне позвонил И говорит Поздравь меня Пожалуйста Меня допустили До летной работы То есть его допустили Летать опять Между небом И землей Между жизнью И смертью Испытывать Замечательное Железо Изготовленное Замечательными Нашими Рабочими У нас тут Есть один летчик У которого Техник Забыл Пустили Отвертку И у него Потом пришлось Самолет Сажать В каком состоянии Он посадил Меня поздравили Пожалуйста Меня допустили До летной работы То есть он не позвонил Когда его там Депутатом выбрали Когда его там Еще что Он позвонил Меня допустили На войну летать В Средиземном море Неоднократно Вылетал на перехват Американских И израильских Самолетов Стремящихся Приблизи К авианосцу Адмирал Кузнецов Своими умелыми Действиями И маневрами Завязывал Учебный Воздушный бой Вынуждая Иностранных Летчиков Удалиться От места Проведения Учебно-тренировочных Полетов Строевых Российских Летчиков Осваивавших Взлет И посадку На палубу Корабля Когда он Говорил Что я Когда езжу На БМВ По Москве Меня останавливают Гаишники Я им потом Показываю Удостоверение И объясняю Что вы знаете Я летчик Я с меньшей скоростью Ездить не умею Вот Я хотел сказать Знаете Что вот Такую вещь У нас К сожалению В стране Перепутаны Вверх Снизом Лево И право У нас Почему-то Звездами Считают Детей Которые Не умеют Ни писать Ни считать Ни говорить Ни петь Вот Они умеют По бумажке Какие-то Выученные Чужие слова И музыку Исполнять В камеру А потом Хлопают Дают им денег И все это дело Продолжается Или люди Которые умеют Писать стихи И петь песни Почему-то считается Что это образец Бетодражания И это продолжается Систематически А вот люди Которые делают То, что никто Не может сделать Вообще Кроме тебя О них почему-то Забывают Регулярно В славное Советское время Было принято Что люди Должны ездить Вот те Кто пишут Песни Прозу Они должны ездить В жизнь Эту жизнь видеть А потом то Что хорошее В этой жизни есть Показывать Всем остальным Вот у нас есть И это у нас есть Вот это у нас есть Вот это А сейчас у нас Судя по нашему телевидению У нас Кроме Аллы Борисовны Пугачевой И так далее У нас ничего хорошего и нет Ну и реклама Снитерсов и прочего Мы считаем Что это неправильно Мы считаем Что Настоящие звезды Это вот люди Которые сейчас В зале у нас здесь сидят Некоторые Из нас Которые действительно Светят на небе Там где-то И ни одна сволочь Ничего с этим не сделает Ты все время летишь Ты все время в пути Где тельцы А где рыбы Найти Жаль тебя не найти Ты все время в пути Меж удач и ошибок Мотив Твой высокий мотив Горло перехватил Мы же все люди Просто Прости Нам с тобой по пути Но придется Брести Через жизнь К росту Полет продолжается Полет продолжается И суп поднимается Твоей дорогой Полет продолжается Высота не снижается И ты улыбаешься Нам сегодня, Серега Летишь Ты все время летишь Продолжая светить Ночи, дети И в небе Уйти От себя не уйти Нашей жизни мотив Без тебя добрым не был Ласковой улыбке Танюшиной Правильной моей фотографии Мы с тобой общими душами Время жизни верно истратили Те, кто в небе плечи расправили Платят за свою иноход Видно, не составилось правила Лучших забирает Господь Те, кто в небе плечи расправили Платят за свою иноход Видно, не составилось правила Лучших забирает Господь Летишь Ты все время летишь Ты все время в пути Где тельцы, а где рыбы Найти Жаль, тебя не найти Ты все время в пути Без удач и ошибок Ну и вот У каждого из нас есть учителя У меня Один из моих учителей Юрий Юрьевич Висборн Да, и я хочу еще сразу Вот комбинезон мне подарил Мне было ужасно приятно Я его храню Мы его стираем Гладим там и все остальное Барт Мехаракалин Полковник Барт Мехаракалин Да Вот И еще Вот тоже похвастаюсь И галстук На нем были раньше нарисованы Значит, МиГ-23 И МиГ-21 Это индийские эти самые летчики Ему там подарили И он мне его подарил тоже Вот я вот схожу И когда у меня хорошее настроение Или когда я еду на какую-нибудь Очень важную и серьезную работу Которую я боюсь ужасно И вот чтобы получилось Я одеваю обязательно середину галстук И получается Он, конечно, нас видит Он, конечно, нас сейчас всех Он всем улыбается Вот И он нас Прикрывает Сверху Вот А я спеть хочу песню Которую Я писал ее Очень долго На самом деле Потому что вот Великие песни Висбор Их, конечно, невозможно повторить Вот Но мы же все дети в душе Хочется что-то самому тоже Подпрыгнуть И там Вот И вот Песня про Серегу Которая была написана Подражание песни Висбора Я честно говорю Вот То есть Песня Висбора Написана Михаилом Халитовым Подсвящается Сергею Николаевичу Мельникову Самая любимая фотография Серегина Это когда он сидит В кабине самолета У него кормушка в руках И у него Вот он всем Пиндосом Мы вас гармошкой Гармошками закидаем Не шапками А гармошками Своей взлетной дорогой Толкнув железный пароход Взлетает Мельников Серега И самолет его сухой Повыше вверх Поближе к краю Где кроме неба Никого И солнце близкое играет На мокром блистере его Пая на кнопочки Потрогав И отыскавший Нужный тон Выводит на небо Серега Сухого Двадцать восемь тон И он пронзит Любые талии И разрешит Любой вопрос И долетит он И завалит Вернется И поймает трос Желанно очень Для любой серьезной нации Что по земле шагает Собственной дорогой Имеет немножко Корабельной авиации И мужиков таких Как Мельников Серега Имеет немного Корабельной авиации И мужиков таких Как Мельников Серега И наблюдая И наблюдая за разбегом Все останавливают речь И поднимают взгляды И расправляют крылья плеч И чувства Ставая Субтитры создавал Двадцать восемь тон Субтитры создавал Двадцать восемь тон И на суетой И чепухой И слетает Мельников Серега И самолет его Сухой Желанно очень Для любой серьезной нации Что по земле шагает С собственной дорогой Хлопаем Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега Спасибо Дорогие друзья, для чего есть интернет существует? Для того, чтобы нам мозги вправлять. Мы хотим попросить продолжить наш праздник сегодняшний. Я считаю, что это все-таки небольшой праздник для нас, для меня праздник. Я по себе говорю. Хотя дата трагическая, хотя дата грустная. Мы с Серегой оба были раки, а раки, вы знаете, они всего на свете боятся, поэтому делают хорошо. Для меня это праздник, потому что это настоящий человек, настоящая звезда, свет которого падает на нас всех. И мы поэтому смотрим в зеркало и видим отраженный от этого человека свет, видим себя. Вот у меня вот это есть, вот это, вот этого у меня нету и не будет никогда. И это вот, когда есть жизнь настоящая. Мы же не будем говорить, что жизнь это когда мы деньги зарабатываем, там где-то бегаем, там суетимся, да. А вот это вот и есть жизнь, когда ты с этим человеком пообщался, ты понял, что ты с ним можешь на равных что-то делать. И, господи, какое счастье, что я, наверное, за свои 52 года жизни, 53 года жизни что-то научился. Идальней авиации. Владимир Дорожевич Городий. Знаете, вот я с Сергеем познакомился, когда он был курсантом школы летчиков-воспытателей, и приехали они в Терскол, тогда горные лыжи были, входили в систему обучения, по-моему, летчиков-воспытателей. А в каком году? Ой, 86-й что ли? Да? 86-й. Вот. Потом на какое-то время мы расставались, а потом, лет 15 уже назад, вот в этом зале, в этом зале подошел ко мне человек, Сережа подошел, я его вспомнил, конечно. Он подошел, они пришли после помина какого-то летчика, я даже не знаю кого, они были в Жуковском, с кладбища Быковского пришли, с Горнаевым Сашей. И они были слегка поддаты, и он шел к концерту, он мне подошел, говорит, спой Аннушку. То есть вот он помнил ту песню, которую я пел когда-то в Терсколе, на этом вече. Песня это Бориса Вахнюка, Аннушка это Ан-2 самолет, Антон, соответственно, самолет Ан-12. На судьбу нелепых лиц надо, надо ли на долю, на такую пенять, Глупо на на полу менять, а надо, и залив креста, накрещать их менять. Паса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Самые нелегкие наши трассы, самая нелегкая наша судьба, Те, кто здесь летает, зовутся асами, и, пожалуй, это совсем не зря. Паса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. И пускай чего-то здесь меньше, чем где-то, но зато судьбе бесконечной назло. Золотые звезды кладет планета на твое плечо, на мое крыло. Паса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не унаться, Аннушки, за Антонами, ты уж не Аннушка, не звенит. Ну вот и после этого вечера мы с Сергеем уже как бы не расставались и дружили все эти годы, сколько Бог дал. Еще я хочу спеть одну песню, которая была им любима, это уже моя песня. То есть в год своего увольнения из военно-воздушных сил, из дальней авиации, я написал песню от лица самолета, от лица самолета Ту-95, который выполняет свой последний полет в силу обсорятельств, что у него закончился ресурс, его перегнали в Этгельс на базу разделки и на мелкие части еще раз тащили, чтобы американцы могли посмотреть, что самолета стратегического еще одного в России больше нет. Вот. Как мне сказал тот же Борис Вахнюк, с которым я познакомился уже в те годы, он говорит, я понимаю, конечно, что это самолет, что это песни не только о самолете, и не столько о самолете, как и о тебе самом, и как о всех нас, кто прощается с авиацией, а у каждого наступает такой момент. Вот. И Сергей, вот, ее, эту песню очень любит. Начала песня от лица самолета. Мой окончился срок, отработан ресурс, отлетался я, брат, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. И пускай я устал, мог еще полетать, рассекая воздушные волны, Но теперь на меня уже всем наплевать, Скоро срежут винты и пилоты. Помню все я, до самых последних минут, Да, мне погибает мечтатель, Но особенно он свой первый маршрут, Как меня усмирял испытатель. Рыбиваясь и сил, я хотел доказать Свой характер, нрав и гордыню, Но что рвал он руками, Сумел удержать и в узде меня держать. По ныне иногда я порыкался, Движки выключал и сиреной ревел в перепонки, Но всегда экипаж, он свое дело знал И меня доводил до бетонки. А потом инженеры лечили меня, Заменяя больные детали, И я помнил об этом, Имя верность храня, Уносясь в поднебесный дай. Тридцать лет — это срок, Отработан ресурс, Отлетался брак, отбомбился, Мне остался один заключительный курс, Тот, к которому я не стремился. Не увидите мне больше багряный закат, Океана безбрежные волны. Я окончил уже мой последний парад, Скоро срежу цветы эпилоны. Естественно, что все-таки главным делом Сергея Это была, конечно, авиация. То есть горные лыжи, Каким наш клуб, Это все хорошо, Но все-таки главное дело, Это была авиация. И особенно это корабельная тематика. Виктор Георгиевич уже об этом говорил. Была создана лидерная группа Среди военных летчиков, Которую возглавлял Знаменитый генерал Тимура Пакидзе, Который герой России. 17 августа, 17 июля 2001 года он погиб, Выполняя полет. Но его дело, Как бы, Подхватили другие люди Из первой десятки Палубных летчиков. И мне очень приятно, Что здесь, В числе Сегодняшних гостей Этого вечера Находится один Из этих десяти летчиков, Герой России, Заслуженный военный летчик, Генерал-лейтенант авиации, Командующий Тихо-Океанского флота, Иван Иванович Бахманко. АПЛОДИСМЕНТОЙ АПЛОДИСМЕНТОЙ Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТОЙ Добрый вечер. Прошу прощения за маленькое опоздание. Немножко в центре забыкнулся. Большое спасибо за приглашение. На столь замечательный вечер. На столь замечательный вечер, Посвященный Сергею Николаевичу. А Сергею Николаевичу, Товарищи, Друзья, Любимые, Можно говорить, Очень много, Всю жизнь. У меня, Сыба, Корабельный летчиков, Летчиков-паука 279-го, Сыба, Сергея Николаевича, Мы уже с базовой, 93-й марта. И вот два человека, Которые дали возможность Уже молодой России Освоить то весьма сложное дело Полеты с принесущего корабля. Как Тимур Автонидович говорил, Что человечество не придумало Ничего сложнее, Чем полеты с оляносто. Но в астрологии Отличался всегда Сергей Николаевич. Вот чтобы вот так в жизни, Что то, что он Сильнейший летчик, Высочайший методист, Много допусков, Которые записаны В моей летной книге. Это Сергей Николаевича, Видно, Знадуша, Это заправку Полеты в воздухе. Но то, что Он обладал еще Чувством юмора, Чувством тонкости, Педагогической тонкости, Подойти, Найти подход к каждому летчику. Острованные летчики, Вы знаете, Всегда зажаты В определенные уставы, Законы и регламентирующие документы. Летчик-испытатель Это свободная личность. Вот он обязан Поднимать вот этот металл В воздух, Учить его летать. Ну, тут предоставил Им еще учить На островы летчик. Поэтому мы Коллеги Вот Сергей Николаевич Викторович Принялись С большим Вубогим уважением И гордостью, Что такие два Великих человека Будут сопровождать Наш полк В освоении Корабля. Ну, соответственно, И освоение Самолета. Потому что Это все было Начиналось снова С второвыми летчиками. Ну, Сергей Николаевич, Вот чтобы Подчеркнуть Тонкость его души. Вот Первый Боевой поход, Когда мы пошли, У меня родилась Дочь. Ну, так получилось, Что заставили По воле И по судьбе Женился Перед боевой службой И на боевой службе У меня Родилась дочь. И вот Многие поздравляли, Многие дарили, Многие приглашали. Вот Сергей Николаевич Мельников Что бы вы думали В Средиземном море Подарил. В Соску дурачок. Я говорю, Сергей Николаевич, Ты где нашел? Говорит, Места нужно знать. Поэтому Вот чувство Вот такой Заботы И внимания Он предвидел, Что это случится. Ну, И решил сделать Такой маленький сюрприз. Маленький сюрприз Еще после окончания Боевой службы, Когда Встречали Нас боевого похода Сергей Николаевич В числе первых Перегонял самолет С корабля Делал до разведку. Ну, Соответственно, Встречались с хлебой Солью. Помнит прекрасно. И Сергей Николаевич На марте Или в артаре Он купил маски Не буду уточнять страну Наверное, На марте Вот различные Чудовищные маски Такие Приземлился Одел И, соответственно, Заруливает на стоянку. А там С хлебом Солью Сесть Еще Жены И прочее Фонарь Открывается И это чудовище Выходит Поднимается С кабины Самолета. Ну, Вот это Сергей Николаевич Мельников То, что Он Сергей Николаевич Находил Подход Каждому В каждой ситуации К каждому Вот невозможно Было Услышать, Что Сергей Николаевич Ругался с кем-то И говорил Какие-то Жуткие слова Ну Уставные слова Вы знаете В армии Что Страна Армия без матов Что Страна без дипломата Понимаете? Сергей Николаевич Никогда Этим Не пользовался Потому что Высочайшие Летные Методические Качества Ну Позволяли Ему Это делать Очень Корректно И весьма Но то, что Он Обучал Поводных Летчиков Я могу сказать И вот заслуга Сергей Николаевич Виталий Ольгин В том Тимур Апакидзе В том, что Мы с корабля Не потеряли Ни одного Летчика И После День Полк Работает Летает Осваивает Выполняет Боевые Походы И все Все живы Все здоровы Ну Соответственно Бывают Нюансы Ну Это уже Летная Профессия Без Аварий Катастроф Немыслимо Понимаете Как Жизнь Имеет Начало И Имеет Окончание Так Идет На Работа Вот Сергей Николаевич Это тот Человек Которым Должны Гордиться Все И фирма Сухого И Северный Флот И Все Летное Сословие Которым Были Знакомы С Ирией Николаевич И Я Честно Говорю Рад Судьбе Что Так Повезло В жизни Не Только Быть Знакомым И Сидеть В воздухе И Выполнять Полеты При Решении Сдать Боевые Слоды Поэтому Спасибо А сейчас Нам Что Нибудь Споет Про Авиацию Майор Михляков Лучший Предстребитель Не Готов Да Сейчас Он Будет Настраиваться Ноты Проверять Я Сходу Слистать Он умнее Нас Он знает Ноты Господа Поэтому Он Может Себе Позволить Пару Минут Тут Сейчас Настроить Гитару Постоять Все Готов Спасибо Валерий Михляков Бывших Летчиков Не бывает Поэтому Я скажу Что Летчик СМИГ 31 Летчик Написал Классный Альбом У него есть Ребята Кто еще Его не Слышал Который Называется Улетные Песни Майора Михлякова Замечательный Лучший Альбом Привет ВВС Кружит Наш Борт Над Полигоном Привет ВВС Аэродром Аэродром ВВС Как образ Женщины Любимой Как часовой С ружьем Наперевес Ревниво Охраняющий Калитку Зовущую В страну Чудес Как будто Снова Дома Я иду По теплой Солнцем Залитой Петонке Сентябрьскую Пронзая Синеду Летит Мой Крих Ликующие Звонки Как будто Снова Дома Я иду Перчатки Втермошлем Небрежно Бросив А рыжая Девчонка Осень Сплетает В небе Паути Как седьмой Привет ВВС Который год Как мы в разлуке Привет ВВС Удят От напряжения Руки Привычно Утопить Форсаж Затек Играть Простого Осязания В забытую Страну Чудес Привет ВВС Шипит Сигнальная Ракета Привет ВВС В коротком Взлете Побъедет Качнув Крылом С небес Отдали Память Ему Как Розовые Билеты Закон Страну Чудес Как будто Снова Дома Я иду По теплой Солнцем Солитой Бетонке Детябрь 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 и нужно было куда-то сделать передвижку, а был какой-то еще лохматый год, 90-е, я не помню, вот. Я еще играть толком тренингтарь не умел, так, поскольку-поскольку. И нужно было что-то спеть такое, ну, чтобы как бы вот объединяющее, да. И я вспомнил, что я знаю песню про Серегу, черт возьми, вот, и спел ее. Вот по этой песне мы, собственно, и познакомились. Ух, были времена, и было времечко, Где вы пудри мягкие, как лен. Мы года щелкали, словно семечки, И гуляли ночи напролет. Пролетели буйные и смелые, Эти непутевые года. О, девчонки, что мы с вами делали? Что вы с нами делали тогда? Ох, да что со мной, что же? Не тревожь ты меня, не тревожь. Ох, Сережа, ох, Сережа, Не вернешь ничего, не вернешь. А помнишь ли ты синие скамеечки? Помнишь ли тут белый сирень? Как с тобой в трамвае без копеечки? Мы с тобой катались целый день. Помнишь полосатую теняшечку, Брюки шириною в полдуши, Мы с ним где улетали, не приснятся. Нынче мы пожили, все спешили. Ой, да что за мной, что же? Не тревожь ли меня, не тревожь. Ох, Сережа, ой, Сережа, Не вернешь ничего, не вернешь. А еще купались в речке голые И старались всех перемирнуть. А помнишь, как мы плакали над голубем? Этих слез нам больше не вернули. Помнишь, как трались мы с целой улицей? Голодали, верили в судьбе, Верили учительнице, Как теперь не верим и себе. Ой, да что со мною, что же? Не тревожь ли меня, не тревожь. Ох, Сережа, ох, Сережа, Не вернешь ничего, не вернешь. Ой, Сережа, ой, Сережа, Не вернешь ничего, не вернешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Знаешь что, спой песню, пожалуйста, которую Серега любил, я знаю какую, любил из твоего военного альбома «Сороковник». Пожалуйста. Не ломайся. Это тебе идет, конечно, но не ломайся. Пока вспоминай. Извините, пожалуйста. Иван Иванович. Вов, ты меня извини, да? Народ просит другую песню. Можно? Народ. Народ. Ну, историю, вы все знаете, да? Однажды, кто не знает, поднимите руки. Все знают. Один человек не знает, для него специально рассказывают. У настоящее от него. Да. Значит, был ясный погожий солнечный день, и Серега на параплане приземлялся на Чигетскую поляну. Ну, Малеха не рассчитал глиссаду снижения и сел на крышу автобуса Митсубиси. Но, в то время, Митсубиси был этот крутой автобус. Он этот, дорого стоил. И шатер оттуда выводился, как контуженный параплан, если он никого не трогал, только бомб в башке. Ну да. Выводился. Посмотрел там, вмятина такая рубленная. Ну, он уже лыжами подземлился. Сам-то вроде ничего. И Серегу за грудки говорит, давай этот, с автобусом рассчитываться. Серега не стал долго его взять. Ну, он сто баксов ему отдал, вручил. А по тем временам сто баксов, это были хорошие деньги. Я помню, на них этот, в тех спол приехал и уехал. Все остатки остались, помню. Ну да. Ну вот, поэтому, Серега ему мотал сто баксов и исчез. Мы его потом искали, искали. А он сидел там, этот, спокойно в баре и рассказывал всякие анекдоты. То есть, забыл уже про этот случай ко мне давно. Он очень интересный был. Момент такой. И когда я ему в этот день написал эту песню, ему пропел, ему она очень понравилась. Как ни странно, да? Вот. Вместе с Висбером написал эту песню. Да. С Серегой Мельником идем по козыречкам. И он до точки, блин, и я до точки. Равняем гордами крутые бугорочки. В Москве культурненько вот так не отдохнешь. То взлет, то посадка, то мир, то чигет. Старушка, канатка, и жены рядом нет. Идешь молчаливо с Серегой в гуфет. Уходишь? Счастливо. Приходишь? Привет! Идет на взлет на параплане, друг Серега. Народ молодец, блин, ну как на бога. Ему доступна здесь любая недотрога. И уходишь? Те. И уходишь? Тут. Старушка-канатка, и жён рядом нет. Идёшь молчаливо, с Серёгой в буфет. Уходишь и сливок, приходишь, привет. Три дня искали заикастого шофёра. Три дня искали мы с Серёгой. А он в буфете разминался понемногу. И не страдал он от отсутствия посадочных огней. То взлёт, то посадка, то мир, то землет. Старушка-канатка, и жён рядом нет. Идёшь молчаливо, с Серёгой в буфет. Уходишь и сливок, приходишь. Серёж, привет! Спасибо, Олег, спасибо. Я хочу, кстати, добавить чуть-чуть два слова о параплане. Ага, отличный. Молодец. Вот, нажал. Всё. Был у Серёжи случай, когда летом на Чигете он сломал две ноги на этом параплане. Приземился в этом цирке, знаете все, да? На Чигетской поляне. Сломал две ноги. Это зимой там народу много, а летом там никого. И вот он, как морей сел, дополз до ступенек гостиницы Чигет. И там вот его уже подобрали эти альпинисты, возвращавшиеся с восхождения. Ну, а потом он снова приехал, когда всё зажило. Кстати, приходилось даже дверь в туалете снимать, да, Даня? Потому что обе ноги в гипсе, и дверь не закрывалась. Вот. Но потом, когда он снова приехал на Чигет, и он снова приехал с парапланом. И вот, что значит мужественный человек, ему надо было преодолеть. А он говорил, что появился страх. Страх появился. Это не так просто, ребят, оттуда сигать. И он преодолел этот страх, и я это видел. Он при мне всё это было, и несколько раз это сделал. И когда он это сделал, он сказал себе, я это сделал. И подарил план, подарил параплан сыну старшему, Саше Горнею. То есть он, вот он сделал это, и больше ему этого не надо было. Вот такой случай. Давай поставим про горы. Посмотрите такой клип, который мы сделали из фотографий. За бредный горы. А Серёге в горах. Чужой для тех, кто здесь ни разу не бывал. Поёт Валерий Михалюков. А к тем, кто знает, кому-то он дорог, Он в жизнь врывается и ранит на повал. Психи, больные люди Про нас знакомые с усмешкой и говорят И никогда им не понять, Что заставляет нас менять. Жил на лыжь, дом на жёсткую кровать. Город, волшебный город для тех, кто видел хоть однажды этот снег. Сады из камня, искал узоры Великолепие хрустальных горных рек. Люди, смешные люди Замучен жизнью мой неистовый сосед Всё, что-то тащит в огород А сам ночами водку пьет И мне советами проходу не дает Город, великий город Где нет ни подлостей, ни мелочных обид Где каждый знает, чего он стоит Где каждый ем струной натянута, извинит Часто, когда все помнил 99-й год, Северин, Карнаин, Меллик Я в этот город уезжал, из высоты на все плевал Мой снежный мир меня надежно защищал Я в этот город уезжал, из высоты на все плевал Мой снежный мир меня надежно защищал Это у мемориальной доски Юрия Висбурга, которую мы открыли в 2006 году На горе Чигер Это Сергей Бордон Справа в тележке Шендрик И слева Сергей на карнавале Дома Город, великий город Нам снятся горы Мы даже дома В основных своих идей О них мы читаем О них мы спорим О них мы песни нашли И в космонавте Солнце и море света Здесь календарь ненастных дней Разорван в грызг И что нам нежный кипарис Мы пьем за головы крыльца рис За стакантов, за фейерверк и снежных грызг И что нам нежный кипарис За стакантов, за фейерверк и снежных Брызг С Игорем Латинсом Горый запретный город Чужой для тех, кто здесь ни разу не бывал А к тем, кто знает, кому он дорог Он в жизнь врывается и ранит На повал Тюменский бард Гена Балахнин Справа Психи Бальные люди Парауненко Знайсовский альфинист Психи 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 Солнце и море света Здесь календарь ненастных дней разорван в риск И что нам нежный кипарис? Мы пьем за горой, пьем за риск За старкантов, за фейерверк из снежных брызг И что нам нежный кипарис? Мы пьем за горой, пьем за риск За старкантов, за... Спасибо. Сейчас, Коля, Еще один автор-исполнитель Заслуженный военный летчик Полковник Николай Ясников Аплодисменты Аплодисменты С Сережей Мельниковым Я познакомился в том году, когда он на параплане сел Я был тоже на крышу автобуса И самое интересное, что когда он пришел об этом столе У меня не дрогал ни один нерв Он сказал, ну так как-то получилось Не было нормальной посадочной площадки Я молодым майором После нескольких попыток убежал поступать в Центр подготовки летчиков-воспытателей В Ахтубинске И там поступил В общем-то поступал Но судья случилось так, что меня туда не отпустили И мне очень жаль, потому что я мог бы тогда поближе познакомиться с Сергеем Может в этой среде было бы И вообще летчики строевых частей Очень всегда относились к таким уважениям к летчикам-воспытателям Когда полк когда-то переучился на какой-то новый тип Всегда приезжал какой-нибудь летчик-воспытатель, который этот тип уже освоил И нас, летчиков, помогал войти в строю на этом типе И мы всегда очень благодарны И в общем-то как благодарны своим инструкторам, так и летчикам-воспытателям Вообще за те машины, которые они испытывали Вот, наверное, не все знают, когда был самолет Су-9 То была такая поговорка Конструктор сухой, самолет сырой, а летчик мокрый Вот, потому что очень тяжелый и сложный самолет А летчики-воспытатели это испытывали и запускали И когда створки не открывались, открывались и так далее Вот Меня поразило вот когда я был в Ахтубинске В центре, в городе в этом жил, убежал в свой выпуск туда Потому что не отпускали И там есть аллея героев такая в этом Ахтубинске Она прямо до Ахтубы проходит Где на этой аллее написаны имена всех, кто погиб при испытании авиационной техники Экипажи, летчики и прочие Такая красивая аллея, она заканчивается таким хорошим памятником по Ахтубе Вы, наверное, видели это, да? Я почему это говорю? Одно дело видеть погибших летчиков где-то на кладбище А тут все перед всеми людьми в городе Я так считаю, что вот эти аллеи героя должны быть вообще во всех городах И так, чтобы люди помнили И еще я хотел сказать, что вообще Вот она на меня произвела, это аллея, очень большое впечатление Хотя запал у меня не у газ и прочее Ну, судьба есть, судьба Значит, вот И я считаю, что летчики не умирает Они все равно погибают Потому что они до конца борются за свою жизнь Во все времена своей жизни Когда-то такой же менталитет, такой же настрой людей И вот они поэтому и погибают Поэтому вот у меня была такая, родилась такая песня Про побежишь летчика Они ходили молча в тихий дом С полуночи покинув самолеты Тяжело изнуренные трудом Суровой облеченные заботой За ними тень металла с поугла Нес капитан в охапке туго сжатый Подбитый мехом кожаный реглан И рваный шлем с клочками дымной ваты Их раздражал не в меру яркий свет Неводмутимость мнимого покоя И понял я, что с ними друга нет Что прикрывал их там над полем боя Еще в глазах мерещились мосты Клубки разрывов, черный дым парома И мертвый истребитель полверсты Не дотянувший до аэродрома Входил опять в бою, погиб шестой Реглан в крови и за утром шлем пилота Усталость гнет, но спать уж неохота Какой тут к черту сон, скорее в бой И небо стало для друзей пустым И обалил деревья в кроме Сгоревший истребитель полверсты Не дотянувший до аэродрома На-на-на-на-на… На-на-на… 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 Они ходили молча в тихий дом Сполучи, покинув самолеты Тяжелые и слоенные трудом, Сурой облеченные заботой. На задней странице было написано, поступайте в авиационное училище, и каждый выбрал, какое хотел и пробивался. И конкурс в эти летные училища был, вот в наше училище поступало 3500 человек, поступило 359. Конкурс в летные училища, сейчас финансовый такой конкурс. И вот Сергей был в ЕСКОМ, а я закончила Армавистское высшее военное училище. Я вам скажу аббревиатуру, чтобы там будут слова такие. АВАКУЛ, Армавирское высшее военно-авиационное казнономенное училище летчиков. И в училище было принято так, когда расставались курсанты, то они себе давали такую клятву, не клятву, но обещание, что через 20 лет на день выпуска встречаемся. Кто живой, кто где, встречаемся. И вот когда мы через 20 лет встретились, летчики все, и провели такую, как это, перекличку, то оказалось, что из нашего курса за эти 20 лет погиб ровно каждый шестой. И когда мы собрались после этого, меня это поразило, но и больше поразило другое. Мы собрались там на какой-то базе отмечать вот это, делать встречу. И утром приехала мать одного нашего погибшего, бывшего курсанта, а потом майора, вот она приехала туда, чтобы повстречаться с выпускниками, накрыла стол и вообще очень помените моего сына. И после этого у меня прямо на следующую возникла песня. Через 20 лет, друзья, мы встретились, видно, срок тут быстро пролетел. Так же как-то мы и не заметили, кто как посидел, как постарел. Ай, сердце рвутся тихие слова, ну здравствуй, я вернулся, а вокруг. Ай, сердце рвутся тихие слова, ну здравствуй, я вернулся, а вокруг. Через 20 лет не все мы встретились, вместе нам не завидится опять. И не важно, кто был первым, третьим ли, с другом вместе парой не взлетаться. Положили скромно на плиту цветы, с водкой под краюхой у стакана. В этом месте громко не звучат косты. Вспомнили ребят и от Энта. Вспомнили ребят и от Энта. И через много лет, друзья, мы встретились. Ах, где они, курсантские года? Песни расставания ответили, чтоб не улетать нам навсегда. И чтоб звучали в мирном небе голоса. И за рюмкой чая на земле Вспоминать ребят веселые глаза Навсегда ушедших в сизой мгле. Через много лет, друзья, мы встретились. Видно, звук тут быстро пролетел. Даже как-то мы и не заметили, Кто-то посидел, как в основе. Ай, сердце рвутся тихие слова Ну, здравствуй, я вернулся Авваку. А еще вторгутся тихие слова Ну, здравствуй, я вернулся Авваку. Ланочка, скажи пару слов о папе. Лана Мельникова Наверное, родным говорить тяжело Потому что глаза все равно на мокром месте Вот Но поскольку папа был веселым человеком То сейчас бы он этого не одобрил Я скажу, наверное, кратко После его ухода Я верю и не верю в чудеса одновременно Просто потому, что он был чудесным человеком И чудесным папой И, в общем, я считаю, что это чудо Что у меня был, есть такой папа А не верю я в чудеса Потому что, я думаю, что всем нам казалось Что его сила, его мужество Позволит ему преодолеть все И, наверное, справиться с любой задачей Даже с такой невыполнимой, которая Перед ним была построена жизнью Но все же вера в чудеса Благодаря ему у меня больше И я желаю всем вам, всем нам Чтобы таких чудес в нашей жизни было больше Спасибо Вы знаете, Сергей, кроме всего прочего Еще одно его хобби было Кроме параплана, мотоцикла Там горных лыж Фотография Он все время был с фотоаппаратом У меня была сумка серая И он катался с этим фотоаппаратом Не знаю, летал он с фотоаппаратом И поэтому Вот мы сделали подборочку Его фотографии Посмотрите, как он здорово снимал Это его работы Вы знаете, главный каркасский хребет Тулужба Дангузарон Это 2006-й год Полное затмение Три с половиной минуты на Щегете Это ледник на Эльбрусе Здесь облака Я Снимаю Вот на Квесе На третий чекен Лавина Мы сидели с ним у КФА А это вершина Эльбруса Мы с вертолета снимали Сережа сидел С весит ноги Смотографировал Вот лавина С Сереги сошла лавина Над землей лечу Свертолета Чекен Видите чекен Бугры От мудрецов и дураков Танечка на канатке Без кресла Сергей Богдан И радует Вот замечательный снимок Через арку Он на високосит Свет Мир И тепла И света Воздушный шар у нас был И ветром И снега Громадина поднималась Светлый Синий Мир Слой Незнакомый Чистый Невесомый Зонт и склон Невы Я Пролечу Над ними Склон Меня Обнимет Это ночной снимок Чегета И освещенные Сос Я Словно Брызги Эти Невесомы Свет Над землей Лечу Это он нас поймал Немножко Так подробно От нужных дел И лишних фраз От мудрецов И дураков Туда, где дышится легко Туда, где небо И полет Чего нам так Не достает Туда, где Саша Низкий с Дербилой Андрей Ербилов, автор-исполнитель, с нами в горах, с Сережей Мельниковым в горах. Сейчас нас порадуют песни. Добрый вечер. Я не состою в клубе «Щегите» даже. Нет, не состою, надо в столик сидеть, невозможно, это не важно. Я всегда с вами. И, ну, собственно, с Сергеем я, наверное, родился практически в один год, и даже в июле, в одном и том же месяце. И в начале 60-х, когда началось покорение космоса, я, как многие мальчишки, мои ровесники, говорил, что я мечтаю стать космонавтом или летчиком. Но скоро выяснилось, что меня мутит в автомобиле, тошнит на качелях, укачивает в самолете. Я летаю там салатным пакетом. Ну, и я даже еще не читая горького, понял, что рожденный ползать летать не может. Но я горжусь тем, что в моей стране есть вот такие люди, как Сергей Мельников, который может гордиться нашей отчизной, жизнь которых представляет собой сплошной, хотя, может быть, многим и незаметный подвиг. И поблагодарить, конечно же, родителей Сергея, которые сумели вырасти такого замечательного человека. Спасибо. Песня из кинофильма не подсунем. Песня из кинофильма не подсунем. Песня из кинофильма не подсунем. Счастье порой понимается ложным, Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно, Это я точно тебе говорю. Сотни ночей ты провел бы тревожную, Лишь бы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле без любви невозможно, Это я точно тебе говорю. Если не ошибаюсь, эта песня, кстати, написал Георгий Афанасьев. Он военный летчик, у него более 160 боевых вылетов Во время Великой Отечественной войны. Но это, мне кажется, чувствуется в песне. И еще споем одну любимую свою песню из кинофильма, Тоже любимую, «Нормандия Нема». Разлучались полночью туманною, Уводила в бой меня звезда, Распрощались стадию Статьяны, Статьяною, Не забыть ее мне никогда, никогда. Под огнем в погоду окаянную, Деречье лицо со мной всегда. В бой лечу я стадию Статьяны, Статьяною, С нею мне и горе, не беда, не беда. Настигнет в небе смерть нежданная, Попрошу ее не побождать, Чтоб могли бы стадию Статьяны, Статьяною, Еще раз друг друга повидать, повидать. Ну а там прощай, моя желанная, Смерть от срочек дважды не дает. Эту песню станем Статьяны, Статьяною, За меня, товарищ, допоем, допоем. Эту песню станем Статьяны, Статьяною, За меня, товарищ, допоем, допоем. Дорогие друзья, мы решили, что, наверное, Вот в традиции русского народа, настоящего, Это главные качества, это терпение и оптимизм. И поэтому, вот правильно то, что мы сейчас улыбаемся, И я очень хочу попросить, Сейчас я вспомнил еще одну историю, Мне Серега рассказывал, значит, На тяжелом авианосном крейсере Адмирал Кузнецов, Они там плыли где-то черт знает где, В Северном море, Там слева 500 миль, справа 500 миль, Сверху небо, и Господь Бог, Внизу тоже там 5 километров. Вот, и вот они там в каюте С одним мужчиной, Я не помню уже, кто это был, Мужчина приходит и говорит, Серега, там наверху зайцы бегают. Слышишь, говорит, ты вчера что делал? Что мешал, с чем? Говорит, я тебе говорю. Они выходят наверх и видят, А корабельная настройка называется остров. Вот, и там снежок выпал, И на снежке свежие заячьи следы. Вот, и они смотрят, что из-за острова Выходит моряк, и на полотки ведет зайца. Ну, Викторович, вы знаете эту историю. Вот, ведут зайца. Где-то они зайца этого подобрали Или там хранили, как корабельную, значит, реликвию. Вот, и вывели зайца. Зайца? С Крыма. С Крыма ехали, да? Вывезли с Крыма. Вот так вот, крымские зайцы. Вот, а сейчас, дорогие друзья, Александр Низкий, наш большой друг, Ваши аплодисменты. Так получилось в моей жизни, Что я как-то вот про корабельную авиацию, Вообще про авиацию, Ну, так мало, в общем, достаточно знал До этого лета. Сейчас объясню, почему. Ну, знал, конечно, существуют вот такие вот Корабли, на которых есть авиация. Знал, что вот Сережа Мельников этим занимается. Но так глубоко как-то не был погружен. А этим летом, так получилось, Что судьба занесла меня в Америку. Во Флориду. И в том доме, в том городе, где я жил, Была база военно-морских сил. И рядом с ней музей военно-морских сил США. И вот, и мало того, в этот период, Пока я там был, значит, Они проводили там вот это вот шоу, Авиашоу, который я вот раньше тоже Ни разу не видел, а в этот раз я как раз Так получилось, что я три раза его наблюдал, Потому что это генеральная репетиция, все. И дважды бывая вот в этом, Я дважды побывал в этом музее военно-морской авиации, И немножко погрузился как бы в эту тему. Я понял, насколько это Огромный пласт Вообще вот Военной жизни, Насколько это такая сложная, Сложнейшая, тяжелая работа, Настоящая мужская работа. И я вот, когда ходил по этому музею, Я невольно все время вспоминал Сергея. Вот прям, я думал, Ну вот а Сергей-то ведь это же все умел, Все знал. Мало того, достиг такого уровня, Что мог свое Вот это умение передавать другим людям, Да, учить других людей этому. И я как бы вот понял, Насколько это вот тяжелая, действительно, Настоящая мужская работа, Которой занимался Сергей, И достиг в ней Больших высот. Вот, и еще я хотел сказать, Что, хотел вспомнить о том, Что тоже вот Сергей всегда излучал Какую-то положительную, Позитивную энергию. И когда Степа всегда с ним общался, Он всегда был настолько Добр, открыт, весел, Что с ним всегда было Очень приятно общаться, И вот общение с ним Всегда доставляло радость. Ну, я, к сожалению, Песен про авиацию не знаю, Но спою вам просто песню про жизнь. Я забыл о бурях и о громе, Мне теперь дороже тишина, И живу я в старом-старом доме, Из него выходят при окна, Первое окно Выходит в поле Поле наших самых лучших лет В этом поле не бывает горя И любой вопрос Вводит свой ответ Там и днём, и ночью солнце светит, Летом и зимой цветёт земля Не взрослеет, там играют дети И один из них, наверное, я Огно второе вышло к лесу Темный лес поднялся к небесу И от солнцем И от солнца лес создал завесу От вопросов скрыл ответ И жизнь идёт там по лесным законам И я пугался к небесу И я пугался каждого куста И я пугался каждого куста И я пугался каждого куста Проходя под ротом незнакомым В час, когда спускалась темнота Третье окно Третье окно выходит к океану Ровным ветром дышит океан А за ним и вковенные страны И никто не видел этих стран Словно вечность океана громен И сильна спокойствием волна И когда мне тесно в старом доме Я сажусь в третьем окно Спасибо Вы не устали еще? Готовы? Нет. Когда мне было двадцать лет, я был высокий брюнет И так как не было ума, поехал в горы на чекет Наивный, я был ужасно наивный И был я счастлив и гор, мне дали ближе быть гор А на креплениях неба сейчас же были Турбол солидный, ужасно ржавый и длинный Ближе разного цвета, номер тесный без света А в столовой мы подарили световую каплету Противный, слава богу тоже противный Но я подумал, не грусти, что пускай проходит Не грусти, что деньги на исходе Не грусти, ведь рядом снег и горы Значит все нормально пока Когда мне стало тридцать лет, я был пока еще брюнет И крыша медленно съезжает, передела всем привет А я три года копил, инвентарь себе копил Моя жена сказала с грустью, что я в полной дебил Не видно, ведь это сразу не видно Деньги про конец где-то, я запускаюсь с шипета По бокам гоняюсь, словно сумасшедшая ракета Завидно, мы отдыхаем, завидно И я подумал, не грусти, что пускай проходит Не грусти, пусть деньги на исходе Не грусти, ведь рядом снег и горы Значит все нормально пока И тут года мне сорок пять, при этом больше не встать Теперь я маленький и рыжий, на это наплевать Наилый Завис, товарец Неправильный ракета, я запускаюсь с шипета По бокам гоняюсь, словно сумасшедшая ракета Завидно, мы отдыхаем, завидно Но я подумал, не грусти, что отпуска проходит Не грусти, пусть деньги на исходе Не грусти, рядом снег и горы Значит все нормально пока Значит все нормально пока Значит все нормально пока Дорогие друзья Дорогие друзья, наш вечер потихоньку подходит к концу Сейчас я попрошу Сашу с Андрюшей зайти вот туда Андрюш Дербилов и Саша Низкий Просьба зайти туда, помочь нужно в бытовом вопросе Девушки всегда нужны, но сейчас без них обойдемся пока Девушки приготовьтесь Давайте друзья Да, хорошо, мне сюда вынести сейчас Больше всего на свете Серега не любил, когда грустно, когда у всех кислые лица Поэтому я думаю, будет правильно, если мы сейчас вот эту песню споем Главное, ребята, сердцем не стареть Песню, чтоб придумали до конца допеть Когда-нибудь собрайся мне в этот край таежный Только самолетом можно довететь А ты улетающий вдаль самолет А ты улетающий вдаль самолет В сердце своем сбереги Зеленое море тайги Летчик над тайгою Летчик над тайгою Летчик над тайгою По крылом самолета По крылом самолета О чем-то поет Зеленое море тайги По крылом самолета О чем-то поет Зеленое море тайги Мчатся самолеты Выше облаков Мчатся чудо похожие на больших орлов Мчатся над омой они, не знаешь, дорогая Лёд у нас в Жуковский несколько минут А ты улетающий в даль самолёт Копаем сердце своём сбереги Под крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги Под крылом самолёта о чём-то поёт Зелёное море тайги Зелёное море тайги Упавший из люка родись Ура! Дождливым вечером, вечером, вечером Друзья, подходим и берём Пока пилотам скажем прямо, делать нечего Мы приземлимся за столом Поговорим о том осём И нашу песенку любимую споём Погад путь, дорогу Дорогу к Данию, Данию, Данию идём Над белым порогом Кошмур серебряным тебе крылом Пускай слева забросит нас далёко Пускай ты сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё, ты так и знай Мы не бравые, бравые, бравые Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые Мы перед вылетом ещё их поцелуем горячо И третьим путем через левое плечо Пора путь, дорогу Дорогу к Данию, Данию, Данию идём Над белым порогом Кошмур серебряным тебе крылом Пускай слева забросит нас далёко Пускай ты сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё, ты так и знай Нам нынче весело, весело, весело Чего ж ты, милая, курносы, нос поясила Мы выпьем раз, мы выпьем два За наши славные улыбок Но так чтоб после не поймела голова Пора путь, дорогу Дорогу Данию, Данию, Данию идём Над белым порогом Кошмур серебряным тебе крылом Пускай слева забросит нас далёко Пускай ты сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно всё, ты так и знай Соседи скажут всё Ты так и знай Ты так и знай Ну всё, дорогие друзья, подходим Друзья, спасибо вам всем, что вы пришли на сегодняшний вечер Я сюда пришёл в 1987 году Чёрт знает когда Во-вторых, большое спасибо Владимиру Давыдовичу Городзейскому Дорогие друзья, вы уже поняли Так что я, вот этот он главный человек Он написал сценарий, он всех пригласил Он сделал так, что у вас сегодня всё сложилось И звёзды сюда привели вас В-третьих, мы хотим поблагодарить организаторы Вас, дорогие друзья, потому что, конечно Конечно, это мы празднуем Мы отмечаем свою жизнь В которой правильные ориентиры Верные люди и надёжные друзья Где нет псевдо этих вот Мелькающих звёзд Надувных этих воздушных шаров Пепси-колы и так далее Здесь настоящая жизнь Здесь настоящий снег на чьи дети Здесь настоящий лучший в мире самолёт Которого всем Советским Союзом вынашивали Нячали И люди, которые сегодня сюда пришли Это люди, которые сделали так Что Россия великая страна Не потому что она большая, да? А потому что у меня есть самолёт Су-27 Виктор Георгиевич Пугачёв Здравствуйте, господи, дорогие друзья Иван Иванович, наш дорогой Аплодисменты, дорогие друзья Вот это люди, которые сделали так Что мы сегодня Можно сгордиться тем, что мы врустили Вот И всем вам, самое главное Всем чедитянам и чедитянкам Всем, кто не члены клуба Всем, кто сюда случайно зашёл Большое спасибо за то, что мы сегодня Прожили по-настоящему этот великолепный день 4 сентября 2012 года Под эти долгие разговоры можно подходить Вот к заянам, к вечернам